Слово Новожиловой Татьяне Васильевне, руководителю музейного комплекса одной из московских школ, школы 1150, которая носит имя маршала Рокоссовского. Она расскажет о музее имени маршала Советского Союза Рокоссовского, который существует у них в школе. Пожалуйста, Татьяна Васильевна. Здравствуйте, друзья. Спасибо большое. Вас приветствует школа номер 1150, в которой создан один из самых больших музейных комплексов среди школ Москвы. И я его руководитель Новожилова Татьяна Васильевна. Я могу открыть демонстрацию презентации? Видно вам моя презентация? Так, сейчас, секунду. Мы видим только рабочий стол. Пожалуйста, включите. Это чей-то рабочий стол? Сейчас, секунду, простите, пожалуйста, за заминку. А сейчас? Сейчас что-то видно? Сейчас все в порядке. Пожалуйста, продолжайте. Спасибо. Спасибо большое. В наш музейный комплекс входят 9 музеев разной направленности, 4 из которых военно-исторические, ведущие, среди которых, конечно, занимает музей имени маршала Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского. Я не случайно эпиграфом к своему выступлению выбрала первую строку из авторского стихотворения учителя нашей школы Лисон Татьяны Анатольевны «Нам Рокоссовский стал уже родным». Потому что она наиболее полно выражает наше отношение к полководцу. Мы на него равняемся. Мы руководствуемся принципами его жизни. Мы хотим брать с него пример. Имя Константина Константина Черокоссовского – дважды Героя Советского Союза, прославленного маршала двух стран широко известных во всем мире. Это один из самых продающих, что работают в мире отечественных. Я даже имя не поменяла, что ли. Он был профессиональным вольтем. Защита Родины была его призванием. И на долгом всей его жизни этому благородному делу он отдавал всего себя, свой талант, силу ума и души, жар своего большого сердца. 54 года жизни Рокоссовский посвятил служению Родине. 8 мая 2005 года, в канун 60-летия Великой Победы, в школе номер 1150 Деленограда был открыт музей имени маршала Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского. Создание музея в честь полководца очень символично, так как именно 16-я армия под командованием генерала-майора Рокоссовского 8 декабря 1941 года в ходе ожесточенных и кровопролитных боев освободила станцию поселок Крюково. Музей был создан по инициативе ветеранов, педагогов и учащихся школы. Живое участие в создании музея приняли родственники маршала, дочь Надежда Константиновна и внук Константин Вильевич. Основной фонд музея сегодня насчитывает более 400 экспонатов, среди которых фотоматериалы о жизни и деятельности полководца, копии документов, обмундировании военного времени и фрагменты оружия, найденного в местах боев в районе Крюково. Семья Рокоссовского подарила музею походное одеяло, книги из библиотеки полководца, фотографии с личной подписью Константина Константиновича. Украшают музеи картины зеленоградских художников, отца и сына Маркины, подаренных администрацией города в день открытия музея. Основными направлениями деятельности музея по сохранению памяти героя являются, конечно же, традиционные тематические обзорные экскурсии, посвященные жизни и деятельности Рокоссовского, торжественные линейки, ритуальные линейки, квесты по экспозиции музея, интерактивные выставки, встречи с ветеранами вооруженных сил, конкурсы рисунков и радиолинейки. За активную работу по патриотическому воспитанию и сохранению памяти о легендарном полководце в 2011 году в канун 115-й годовщины со дня рождения героя, в школе было торжественно присвоено имя дважды Героя Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского. Стало уже доброй традицией школы в день рождения полководца проводить торжественное мероприятие по принятию присяги кадетами. Мы готовимся провести такое мероприятие в честь 125-летия со дня рождения полководца. В этот день лучшие учащиеся школы будут награждены грамотами, благодарственными письмами за успехи в учебе, за победы в интеллектуальных, спортивных, творческих конкурсах, олимпиадах и фестивалях. В 2018-2019 году мы приняли участие в городском туристко-образовательном проекте именных школ Москвы «Путь героя». В рамках подготовки команды к основному походу ребята вместе с педагогами прошли по местам боев 16-й армии под командованием Рокоссовского «Битый под Москвой». И на основе собранных материалов была разработана пешеходная экскурсия «Здесь рождалась победа». В ходе реализации основного маршрута проекта команда учащихся кадетских классов прошла в Белоруссии по местам проведения операции «Багратион» по пути наступления 1-го Белорусского фронта вторым командовал Константин Константинович Рокоссовский. Актив музея занимался освещением всех этапов проекта и вместе с членами команды ввел поисково-исследовательскую деятельность. В ходе проекта был собран большой материал о партизанской бригаде Рокоссовского, действующей Белоруссией, созданной экспозиции артефакты партизанского быта. Фонд музея пополнился новыми экспонатами, найденными на территории Белоруссии. Собранный материал лег в основу создания выставки-экспозиции «Чтим, помним, гордимся». По итогам проекта школа стала победителем в номинации «Лучшая экспозиция школьного музея». В настоящее время активисты музейного комплекса школы совместно с волонтерским движением хранителя родников и членами Совета ветеранов района Крюково участвуют в создании военно-исторической тропы «300 шагов победы», в рамках которой предполагается воссоздать блиндаж, землянки, провести реконструкцию окопов и огневых точек в месте начала контрнаступления 16-й армии под командованием Рокоссовского на юго-западном направлении Рюковского рубежа обороны. Используя большой потенциал музея по гражданско-патриотическому воспитанию, к работе в школьном музее были привлечены учащиеся кадетских классов. Они в рамках поисково-исследовательской работы уточняют информацию по электронному банку данных подлинных документов Великой Отечественной войны в память народа и Министерства обороны Российской Федерации. В настоящее время ведется работа по составлению базы данных на 387 войнах, погибших в ноябре-декабре 1941 года у станции Крюково и близлежащих населенных пунктов, которые в настоящее время входят в состав Зеленограда. Поисковая деятельность помогает ребятам понять свою причастность к сохранению памяти о прадедах, защитивших страну от фашизма. В 124-й годовщине со дня рождения полководца актив музея и учащихся кадетских классов, находясь на дистанционном обучении, подготовили видеофильм. Вся его жизнь – история замечательного человека, в котором рассказали о редких качествах характера полководца. В основном у фильма легли воспоминания боевых товарищей, сослуживцев и тех, кто хоть раз видел и общался с Рокоссовским. Ежегодно в годовщину битвы под Москвой активисты музея совместно с ветеранами района Клюково проводят мемориально-патронатные мероприятия у памятника маршала в Парке Победы в городе Зеленограде. Так в этом году учащиеся кадетских классов организовали пункт номер один и почтили память героя «Минуты молчания». Наш музей сотрудничает с одноименными школами городов Курск, Великие Луки и Железиногорск. Итогом совместной кропотливой работы одноименных школ является научно-исследовательский проект «Помним, гордимся Рокоссовским», который посвящен жизненному пути, военным заслугам и памяти, которая осталась об этом человеке, названиях городов, улиц, сел, деревень, литературных и публицистических произведений, названиях памятных мест и мемориалов и просто в наших сердцах. Продуктом этого проекта стала презентация, состоящая из более чем 130 слайдов. Познакомиться с ней может каждый посетитель и ученик школы. Она находится на интерактивной панели. В совместные мероприятия музей проводят и с членами фонда памяти полководцев Победы. Это патриотические акции, эстафета памяти, сирень Победы, митинг-реклин у памятника полководцев в парке Победы в городе Зеленограде. 27 февраля 2020 года состоялось совместное с Советом ветеранов города Зеленограда мероприятие с участием пресс-секретаря фонда Урбан Александром Александровичем и Головановой Александр Евгеньевной, внучкой маршала авиации. С 2016 года школа за активную плодоторную деятельность по популяризации и увековеченную памяти Рокоссовского была удостоена звание «Почетный член фонда памяти полководцев». Добрым другом школьного музея стал Пашковский Евгений Сафронович, несовершеннолетний узник гражданского лагеря «Азаричи», который освобождали воины Первого Белорусского фронта под командованием Рокоссовского. Созданная благодаря Евгению Сафроновичу экспозиция, рассказывает ребятам о выпавших на долю мирных жителей испытаний и роли командующего по созданию санитарных зон, чтобы не допустить распространения инфекций, инфекционных заболеваний среди мирного населения и воинов Красной Армии. Используя новые информационные возможности, актив музея в социальной сети Instagram создал страницу музея имени маршала Советского Союза Рокоссовского, где рассказывает о самых интересных событиях. В каталоге «Идутека» 360 создан виртуальный тур по музею, где каждый желающий может в любое удобное для него время войти в музей и познакомиться с его экспонатами. К 125-летию со дня рождения Константина Константиновича Рокоссовского члены актива музея совместно с ученическим самоуправлением и медиа-центром школы в социальной сети образовательной организации запускают рубрику «Судьба солдата». В ней ребята будут рассказывать о редких качествах характера Рокоссовского, которые являются достойным примером беззаветной любви к Родине. Расскажут о детстве будущего полководца, о начале военной карьере, о первых наградах, об участии в Первой мировой и гражданской войнах. Сейчас уже готовится первый выпуск рубрики. К юбилею полководца был разработан новый эскизный проект музея. Школа приобрела новое оборудование. По ряду известных всем причин нам не удалось закончить оформление стен, но уже сейчас музей значительно преобразился, и в нем идут экскурсии и торжественные мероприятия. Учащиеся и педагоги школы номер 1150, руководимые активом музея, продолжают с гордостью нести славу дважды героя Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского, талантливого полководца и просто человека, ставшего для нас всех примером высокого благородства и бесконечной любви к Родине. Я благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо большое, Татьяна Васильевна. Слышно меня? Да-да. Да. Спасибо большое, Татьяна Васильевна. Благодарю вас за вашу благородную, многогранную такую деятельность. Спасибо вам огромное. Очень интересно. Ну что ж.